Вячеслав, мы вас ждем. Да, и давайте тогда взбодрымся, давайте друг другу похлопаем, спасибо большое, что вы все здесь собрались, но аплодисменты запускает наша мозговая активность. Мы действительно очень сильно погрузились во все детали, про синдикат, про сделки, про анализы и так далее. И сейчас у нас тема сегодняшнего дня это как раз «Единороги против лебедей». Назвали мы ее потому, что нам так кажется, что наш венчурный мир, он как комикс, как Marvel или DC. У нас есть мифические единороги, у нас есть ангелы, у нас есть, кто у нас еще есть, есть те, кто занимается пассивными работами, предпассивными работами. И куда же без антагонистов этих черных лебедей, а черными лебедями мы называем те внешние условия, факторы, на которые мы, к сожалению, там не можем повлиять, но они вот прям такой вот нападок, который происходит у нас, меняет вообще все, рушит планы, меняет конъюнктуру рынка и так далее, и так далее. Вот мы назвали так «Единороги против лебедей». И давайте тогда мы начнем нашу беседу, у нас сегодня 8 человек, полтора часа, еще обязательно пообщаемся на регате, обсудим еще вопросы, которые не затронули. Игорь, у меня вот вопрос первый к вам. Да, вот очень интересно сейчас узнать нам всем, вот с какими все-таки вы сейчас стукнулись вызовами, так вот сейчас после всех событий, вот Angels Day как раз это сообщество уже там 800, 800 плюс инвесторов, как вы сказали, свыше 100 плюс сделок проинвестировано. Если не ошибаюсь, общий объем инвестиций там практически 50 миллионов долларов, больше даже. И большинство фаундеров, по которым вы проинвестили, русскоговорящих, они были в большинстве своем в иностранной юрисдикции, вот зарегистрированы. Вот сейчас вы столкнулись с какими-то вызовами, что те проекты, которые сейчас у нас зарегистрированы уже там за рубежом, какие-то проблемы, какие-то новые вызовы, какое у вас вообще сейчас видение, меняете ли вы, вообще перестраиваете внутренние процессы? И что нам теперь, на ДЛВРе ставить крест? Ну, давайте будем честными, сложности сейчас испытывают все, с точки зрения сохранения собственного капитала, своих активов. И мир достаточно сильно меняется, и то, что происходит, и влияние, как называется там, у простых смертных, оно колоссальное. И для того, чтобы быть все-таки, оставаться человеком мира, я лично хочу оставаться человеком мира, я не хочу видеть этих преград для собственного развития, для развития проектов, вот, ты все равно каким-то образом приспосабливаешься. И если ты хочешь участвовать в глобальной системе венчурной, приходится удовлетворять, собственно, тем условиям, работать по тем правилам, которые сейчас сформируются. Вот, поэтому возможности, собственно, инвестировать в международные проекты, они остаются. Да, это становится, там, сильно сложнее, но мы продолжаем это делать. А ситуация, опять же, диктует то, что многие бизнесы, это говорится и о стартапах, и о венчурных каких-то там клубах, они, по сути, разделяются. То есть, или выделяется там, международная часть выделяется, российская, и они действуют там, условно независимо друг от друга. И, собственно, это те условия, в которых мы сейчас живем, да, вот у нас там в России есть клуб-синдикат, который строго, значит, фокусируется на российских сделках, вот, и пытается набрать и правильную экспертизу, и правильных партнеров для того, чтобы делать это максимально эффективно. Энджелс Дэк – это фокус на международных проектах, этот фокус останется, и то комьюнити, которое мы создали, оно же, как бы, находится не только в России, большинство сейчас инвесторов у нас за рубежом, членов клуба, и для них там незакрыты возможности инвестирования, поэтому все становится, как бы, несколько сложнее, но не кардинально плохо. Это будут какие-то новые гавани? Ну, то есть, я имею в виду, что вы будете смотреть, что теперь в Арабские Эмираты мы будем там уже всех приземлять? Мы уже строим, собственно, холдинговую структуру в Эмиратах. Мы вообще в целом меняем даже свою такую концепцию и развиваемся в сторону такой франшизы большой глобальных клубов, когда есть некий единый центр накопления экспертизы по тому, как правильно формировать сообщество, как делать синтетированные сделки. И этот центр, который находится, структурированный в Арабских Эмиратах, он уже, соответственно, помогает работать независимым, назовем, или отдельным структурам, которые являются клубом. Клуб Дубай, клуб, не знаю, Москва, клуб Кипр, клуб Лондон и так далее. Спасибо большое. Вячеслав, а вот вы говорили как раз очень много сегодня о создании уже клуба Синдикат, который как раз будет направлен на стартапы уже здесь в российской нашей юрисдикции, которые будут приземляться. Вот расскажите, пожалуйста, а какие практики, лучшие практики вы будете перенимать или создавать сами, на самостоятельно ли, либо совместно с Энджелс Дэк, здесь для того, чтобы как раз все это транслировать непосредственно уже на наши стартапы. Ну, можно я немножко добавлю про клуб Энджелс Дэк, про сделки. В чем уникальность ситуации? У нас же давно уже идет тема венчура, там и много институтов развития создавалось, и много фондов. И знаете, вот мне история с Энджелс Дэк напоминает историю Озона и Вауберис. Вот Озон пройдет такой огромный-огромный путь, он нас приучил покупать в интернете, создал вот эту поведенческую модель, потом пришел в Вауберис и усовершенствовав модель, обошел на повороте Озон несколько раз. Вот точно так же Энджелс Дэк, вот было большое количество клубов, а потом пришел Энджелс Дэк, усовершенствовал предыдущие модели и создал самый большой клуб. Поэтому здесь, на самом деле, то, что ребята сделали, это потрясающе. И те браки, которые у них есть, поверьте, вот этого будет достаточно, если мы сможем все воспроизвести в рамках клуба «Синдикат». Это, наверное, будет такой эталонный образец создания клуба «Ангелов», который мы будем транслировать. А может быть, не все в курсе вот как раз вот этих вот технологий, какие были там у Энджелс Дэк по оценке, по структурированию сделать и так далее, а вот какие вы будете принимать в практике для себя? Ну, прежде всего, качество сделок, вот то, о чем Игорь сегодня уже говорил, что прежде всего это основатели, которые опытные инвесторы, которые должны пропустить через, скажем так, такой мини-инвесткомитет сделку на клуб, потому что у основателей репутация уже достаточно состоявшаяся в венчурном рынке, и они не будут рисковать, вынося плохую сделку на клуб. Это раз. Второе, «Синдикатор» должен прийти с собственными деньгами, которые он вкладывает в эту сделку, от 5 до 10% от суммы аллокации, которая привлекается. Вот. Ну, и, соответственно, те преимущества, о которых мы говорили, внутренняя экспертиза, потому что большое количество членов клуба есть точно специалистов в этой сфере, которые могут дать свое экспериментное заключение по данной сделке. Ну, и, вы знаете, вот тоже хочу добавить, что тоже удалось сделать в рамках клуба «Энджелс Дек» – это атмосфера, вот регата, на которую все собираются, мероприятия клуба. Вы знаете, это, наверное, тоже вот сначала не так чувствуется, а потом ты понимаешь, что ты еще получаешь возможность с большим количеством единомышленников проводить время в приятной обстановке, и при этом ты продолжаешь работать, ты продолжаешь обсуждать сделки, делиться этим. Но, кстати, вот это, наверное, работа моей мечты – так вот работать, проводя время на регате, играя в бойфтах, и заниматься другими приятными мероприятиями. Поэтому то, что реально создано, это дорого стоит. Вот если мы сейчас в рамках клуба «Синдикат» все сможем это перенять и воплотить, это будет более чем достаточно для того, чтобы был очень успешный и хороший клуб. А «Синдикат», он сохранит вот эту элитарность, как у «Энджелс Дека», чтобы, допустим, мне попасть как потенциальному частному инвестору, я должен быть рекомендован, насколько я знаю, двумя как минимум людьми, чтобы попасть в «Энджелс Дек». Будет ли точно такой же для частных инвесторов, если они захотят попасть в «Синдикат»? Да, эта практика сохранится, потому что тоже очень важно все-таки качественный обор людей, потому что тут нет задачи собрать безумное количество инвесторов. Здесь задача собрать качественных и единомышленников, чтобы реально всем было комфортно друг с другом общаться. Вот, несколько продолжений темы, которые Игорь затронул, из такого острого вопроса про «Дуалер». Смотрите, я большую часть своего времени занимаюсь медицинскими стартапами. Я вам хочу сказать, что наши зарубежные коллеги, они крайне циничные. Вот, даже после спецоперации, как у нас были контакты с иностранцами по медицинским стартапам, так они и продолжаются. Они даже приезжают к нам официально в гости. Мы даже спрашиваем, можем ли мы публиковать на сайте, что бы у нас были. Они говорят, да, вообще без вопросов. Поэтому, если это касается прорывных медицинских технологий или научных разработок, то здесь санкции, Россия, это все вторично. Если они понимают, что это для них нужно, что это лечит теле иные болезни, или это помогает диагностировать качественно, они абсолютно готовы сотрудничать. И в этом плане, я вот просто вчера впечатлил университета «Инополис» с тем потенциалом, IT-потенциалом, который есть. Вот здесь, поверьте, если продукт для них нужен, они будут инвестировать в эти стартапы, будут предлагать развиваться на зарубежных рынках. Поэтому у меня такой оптимистичный взгляд. Я надеюсь, что все-таки скоро все это закончится. А те проекты, у которых сейчас будет такой большой научный задел, они будут востребованы во всем мире. Ну, Зачислав, смотрите, ведь самое важное для стартапа и, в принципе, для инвестра – это масштабируемость. Это рынок сбытка своего программного продукта, либо технологии и так далее. Вот с Angels Deck понятно. Я могу оставить разработку здесь, но не всегда сделаю, инкорпорирую в Деловеле, потому что рынок штатов больше. Соответственно, там мы создаем еще одно юридическое лицо, и весь бизнес развиваем им там. Не превратится ли синдикат по стечению какого-то времени в то же самое, когда вы, условно говоря, поймете, ведь рынок России уже маленький. Не пойдете ли вы по этому же пути, что вы начнете инкорпорировать их точно так же и увозить, может быть, за рубеж тогда. Потому что скажете, сорян, ребят, рынок там больше. На самом деле с этим же никто не спорит, что рынок больше. Мы радуемся, когда наши стартапы, они начинают выходить на зарубежные рынки. Вот я могу сказать по-медицинским, они сейчас тоже открывают филиал в Эмиратах. Ну, и ключевое, то, что, я думаю, в Иннополисе тоже есть, разработка остается здесь. И то, что они привлекают еще дополнительные инвестиции за рубежом, им позволяет вдвойне быстрее развиваться здесь, нанимать больше специалистов. Поэтому здесь в этом нет ничего плохого. И у нас много стартапов, которые помимо Дубая сейчас и в Китай выходят, и в Индию выходят. Здесь мы только будем поддерживать. Они все равно, им выгодно оставлять разработку здесь. И вот я могу сказать тоже, на примере, вот мы вчера обсуждали о медицинских данных. Вот мы, как город, предоставляем большое количество там снимков КТ, МРТ, рентгенов, на котором они могут обучать свой искусственный интеллект. Вот в том числе одна из успешных компаний в Иннополисе, которая тоже создала достаточно хороший продукт за счет того, что мы дали огромное количество, доступ к огромному количеству медицинских данных и снимков. И у нас есть большая уникальная, скажем так, эксклюзивность в этой части и не только в медицине, но и в других направлениях. Поэтому если наши компании будут уходить на зарубежные рынки и завоевывать там, то мы только будем радоваться. Но они точно не будут уходить из России. Давайте вот пример тоже медицинский. Сегодня про Сколково говорили. Первый единорог Сколково – это компания Гепатера, которая сделала препарат от гепатита Д. Их выкупил Гелия по оценке полтора миллиарда долларов. Но у них осталась лицензия в России. И в России их препарат стоит дешевле, чем за рубежом. Поэтому здесь вот давайте все-таки относиться к этому абсолютно нормально. Мне кажется, не надо возводить каких-то там занесов, а наоборот стараться, чтобы все-таки поддерживать это взаимодействие. Кстати, очень хороший вопрос. Хорошо или плохо, что проекты уезжают и расширяются? Так вот, если взять Израиль как пример, то там, не знаю, Израиль там практически весь, не знаю, приходит в восторг, когда там какая-нибудь компания интерпорируется в том же, не знаю, Галавере и начинает развиваться в международном рынке. Почему? Потому что для Израиля это гордость. Их проект вышел, начинал завоевывать рынок. А налоги свои они получат. Вот. И здесь задача в том числе стоит в том, чтобы политическая, геополитическая ситуация была такая, чтобы те, кто уезжают зарабатывать, расширяют свои зоны влияния, вот, чтобы они не отчуждались полностью от России. Вот. В этом, в этом самое главное. И в этом проблема на самом деле не тех людей, которые это делают. Да, это проблема общей, там, геополитической ситуации. Вот. Поэтому при, вот, правильном, идеальном развитии событий, да, мы должны получать бенефиты, преимущества от того, что проекты, которые созданы в России, популярны в глобальном масштабе. Ну, в свою очередь, как раз не против того, чтобы компании выезжали и масштабировались. Понятное дело, что центры разработки они там оставляют здесь, в России. Но главное, действительно, чтобы она потом полностью однажды там не револцировалась. Есть, я не знаю, может быть, какой-то секрет успеха, или там, я не знаю, ключ к тому, чтобы они вот все-таки задумывались о том, чтобы корни оставались здесь, а масштабировались именно там по всей планете. Это задача не для нас. Это задача в целом у государства, да, для того, чтобы у нас не было необходимости в том, чтобы, не знаю, менять паспорта, открещиваться там от России и так далее. Вообще, вот, давайте помечтаем. Вот я хочу жить, не знаю, в государстве, которое называется Земля. Зачем нам вообще, в принципе, разделение на страны? Вот. Я хочу, чтобы у меня не было каких-то ограничений по перемещению, по перемещению, не знаю, технологий, капитала и так далее. Вот. То есть, представьте себе, прилетели там, инопланетяне смотрят, блин, одна планета, и она разделена на 200 с чем-то кусочков непонятных. Каждый со своей, там, не знаю, со своими законами, армией и так далее. Зачем это нужно? Вот для венчура это точно не нужно. Гимном могла бы стать песня, наверное, «Imagine all the people...» Да, прям с языка снял. «Imagine all the people living in a world of peace». Да, это правда. Я бы хотел сказать, что, на самом деле, я абсолютно согласен с тезисом, что эта задача вообще государственная. Ни «Ангелы», ни фонды, ни института развития не решат вопрос настроения в целой стране. Тем не менее, мне кажется, надо понимать, что будут компании, которые полностью туда уедут. Это нормально. Будут компании, которые полностью сюда переедут. Может быть, сфокусируются на рынке России и СНГ. 300 миллионов. Не такой большой, но он есть. Будут компании, которые будут работать здесь, работать с дружественными странами и так далее. И те, которые исключительно будут работать на других рынках. Если ты в Деловере, соответственно, ты ориентируешься на полностью западные рынки. Это нормальная история. Наша же задача, мы как институт развития, я про всех вообще говорю. 7 особых экономических зон. Сколково, ряд других площадок, которые сейчас... Многие регионы в эту тему лезут, идут в эту тему по развитию инноваций. Это очень круто. Наша задача сделать максимально комфортные условия для того, чтобы... Привязанность к территории все-таки, а сейчас у нас все равно есть это территориальное отделение, она эмоционально оставалась. Чтобы хуже не делали, а делали только лучше. Почему я сегодня про законотворчество спросил? Чтобы было комфортно здесь легально размещаться. Чтобы государство способствовало тому, чтобы было больше кадров, которые можно в эту отрасль привлечь и нанять. Потому что сейчас мы все наблюдаем острый кадровый дефицит. Мало людей, не хватает разработчиков. Да, центр разработок здесь это классно, но их все равно мало. Надо, чтобы больше фокус был сюда. Кстати, я все-таки наблюдаю за тем, что очень много делается для того, чтобы это происходило. Если раньше порядка 70 тысяч выпускников на стороне было технических специальностей, сейчас там выводится на уровень 240 тысяч. То есть в этом направлении работа идет. Понятно, что это не быстрый процесс. И мы сейчас закладываем семена для того, чтобы дальше расцвели цветы и мы смогли пожинать плоды. Это плоды не этого, не следующего года и даже не двух-трех лет. А вот в перспективе пяти лет, если мы сможем построить, я опять возвращаюсь к тезису вчерашнего. Мне очень понравилось, как вы сказали. Мы здесь с вами создаем вечерный рынок. Если мы сможем сейчас заложить семена, которые позволят в перспективе пяти лет получать высококачественные урожаи. И это будут люди, которые здесь живут, здесь платят налоги, здесь строят, здесь покупают. Кажется, меня слушают, да? Острая тема, потому что затронули, сразу дрон подлетет. То это будет, мне кажется, прорыв. Потому что классный пример озона Wildberries. Если другие страны все-таки десятилетиями выстраивали эту систему. Я не привожу в пример Кремниевую долину. Ну, допустим, Израиль. Он там с 1986 года активно этим занимается. Китай с начала 90-х формирует. У них самые большие инновационные кластеры. И там объемы бюджетов на неокр, которых компания там выставляет, это просто сумасшествие какое-то. А Huawei больше триллиона на R&D. Ну, просто космические цифры. То мы, конечно, пока среди догоняющих. Вот сейчас, мне кажется, есть возможность вот этот поворот, на котором Wildberries и Amazon обошел, тоже в какой-то степени используется. Да, стало сложнее, трасса стала сложнее, покрытие, подшел дождь. Но, тем не менее, если сейчас будет рынок и государство мобилизовано и сделает правильные вещи, а мы за последние два года, мне кажется, за последний год видно, что многие законодательные инициативы для развития этой отрасли, они очень правильные. И меры поддержки, которые, вот эти пакеты, очередной пакет сейчас выходит, очень правильно. Если вот этот темп не будет снижаться, а, наоборот, будет увеличиваться, то у нас крутую экосистему, инновационную шансы построить есть. Потому что, ну, все есть. Люди, компании, желания, финансирование нет. Вот правильно построить систему финансирования проектов, чтобы, мне кажется, это одна из ключевых задач, мы готовы здесь активно включаться, чтобы, да, те компании, которые здесь R&D-центр, Центр разработок размещают, чтобы они не уходили, а в перспективе, может быть, и материнские компании здесь приземляли. По примеру, Астаны, да, когда они в рамках, там, по примеру, Англосаксов сделали Астана Financial Hub, когда компании туда идут, регистрировали. Если мы вот такие штуки делали, а это обсуждалось 7 лет назад, я помню, еще при Медведеве эту историю обсуждали активно сделать московский финансовый хаб, я не помню точно, как это называлось, чтобы можно было по англосаксонскому праву структурировать сделки. Не дожали тогда эти истории. Если сейчас, мне кажется, просто сейчас время, когда могут услышать. Если года 2-3 назад сказали бы, отстаньте, и так все хорошо, сейчас время, когда могут услышать, и все понимают на уровне руководства страны, что, ну, инновации, цифровизация – это прям ключевое. И основной фокус здесь. Поэтому, ну, как бы, мы, со своей стороны, предпринимаем тоже ряд мер, вносим предложения. Многие из наших предложений были услышаны, в том числе, там, и по льготной ипотеке, например, история по расширению льгот для бизнес-ангелов по возмещению, там, частично была услышана. Мы, со своей стороны, тоже готовы с вами вместе с, значит, с синдикатом, с AngelsDX, с любыми другими англосскими сообществами эту историю двигать. Потому что, мне кажется, у нас окошко где-то год, когда прям почти все можно, когда нас будут не просто слышать, а прям принимать, там, необходимые предложения, которые будут сноситься. Поэтому мы, как бы, давайте вместе вот в этой части будем продвигать. А компания, да, какая-то часть уедет, возвращаясь к вопросу, к Олегу. Олегу это нормально. Есть люди, которые уезжают, есть люди, которые, наоборот, приезжают. Это естественный поток в нашей планете, значит. И кому-то климатические условия не нравятся, например. Кому-то геополитические условия не нравятся. У нас есть примеры приезжающих из-за рубежа сюда стран, там, компаний в том числе. Поэтому, мне кажется, процесс естественный. Но наша задача, конечно, поток in максимизировать, поток out минимизировать именно таких спецов. Самая основная задача. Мы должны к этому прийти. Про условия понятны, да. Спасибо, Ринат. Мы как раз еще, я еще вернусь с вопросом по тому, кто к нам там приезжает и так далее. Вот хотелось бы сейчас Павлу обратиться. Павел, вот Камофлоу, получается, у нас такой фонд, который смотрит вот именно на специализированные там и стартапы, вообще диптех и специфичные проекты. А вот вы сейчас пользуетесь тем, что оценки компаний упали. Может быть, вы сейчас инвестируете, скажем так, воспользовались этой ситуацией, больше начали смотреть? Да, но если про нас говорить, мы инвестировали в российские технологические компании, когда-то еще не было мейнстримов, годы с 14-го, наверное, и у нас почти весь портфель. Порядка 30 компаний, 30 сделок у нас было из нашего раннего фонда посевного, где только наши собственные деньги. И там из более крупного фонда, где уже есть национальные инвесторы. У нас, наверное, 90% сделок, они были в России исторически. Были сделки в Госточной Азии достаточно успешные, мы этот регион хорошо понимаем, но как-то наша базовая идея была инвестировать там, где мы понимаем фаундеров, где мы понимаем рынок и где у нас есть какое-то преимущество перед, там, условно, американскими инвесторами. То есть инвестировать в Штатах мы не могли, и денег не было много, и у нас не было, наверное, каких-то конкурентов преимуществ по сравнению с ними, чтобы получать лучшие сделки. Поэтому для нас ситуация, она, конечно, как и для всех стрессовая, но может быть не такая стрессовая, как для некоторых других. Вот, это просто первый третий, что инвестировать в Россию можно, и в принципе мы довольны тем, как у нас портфель, которым мы проинвестируем. Да, вы видите сейчас потенциал, что вы можете чуть больше вложиться, опустить по оценке. Вот, если говорить про условия, да, как было год назад, мы говорим про компанию уже более позднее, на Раундерей, приходит компания, SaaS-сервис в медицине, или медицинский проект, и приносят питчдек, инвестдек, где есть обоснования мультипликаторов, которые они видят справедливыми для себя. И там публичные, непубличные американские стартапы, которые поднимали 100-200 миллионов долларов, и мультипликаторы, там, 50 выручек, 100 выручек и так далее. И они говорят, ребят, ну вот, мы хотим оценку 30 выручек, потому что вот назад, вы же смотрите, какие публичные данные, мы стоим вот столько. Ну, а ты начинаешь, когда дисконтировать, все это дело с учетом размера рынка, с учетом, там, того, что у них есть сертификация, там, FDA, C-Mark, а у нас ничего нет. И в целом, что ты базово, даже по их модели, оптимистичной, можешь работать только на рынке, там, России, СНГ и Восточной Азии в ближайшие три года, ты, в принципе, не можешь таким мультипликатором применять. Вот, и мы тогда уже объясняли, очень много времени на это тратили, чтобы давать какой-то там fair valuation или закладывать инструменты дополнительные, да, он сайт, там, речеты различные, которые приводят оценку компании, ну, к какому-то нормальному состоянию, чтобы мы вообще могли заработать на этом. Это долгий процесс, и он в первую очередь образовательный. Мы реально в России тратим очень много времени в каждой сделке на объяснение фаундерам, что такое вообще бизнес, даже не меньше, но по прямым инвестициям, как работает фонд, как работает наша экономика и так далее. Это реально отдельный бизнес-процесс у нас, который занимает очень много времени. Сейчас, сейчас еще далеко не у всех пришло осознание, что дисконтировать нужно еще жестче. Опять же, это относится к тем компаниям, которые для себя там целевыми рынками выбирали западные рынки, в первую очередь говорили, что мы сейчас побежим за следующим раундом сразу же в Штаты. Это тоже сейчас все возможно, но просто это сложнее, поэтому просто дисконтирование, оно стало жестче. Оценки падают, и сейчас постепенно приходит осознание. Но мы видим по некоторым сделкам обратную ситуацию, вот одна у нас была прямо недавно, ну она не случилась пока что, но ситуация была такая, что ребята работают на рынке, где основными конкурентами это были там очень крупные иностранные вендоры ООО, это корпоративный сектор, интерпрайз, софт. И они там видели свой рынок в России, условно 3 миллиарда рублей, могли занять там реально 50% в ближайшие пару лет и исходя из этого строили и свою оценку. После 24-го, ну скорее в марте, наверное, там два крупных конкурента объявили об уходе, реально перестали продавать лицензии крупным корпоративным клиентам, и у ребят открылся рынок не 2 миллиарда, а примерно 6 миллиардов. И ожидание по выручке и трекшн поменялось так, что реально они начали контрактоваться, тендериться уже на более серьезные суммы, и нам пришлось пересматривать реально в сторону повышения оценку. Просто мы понимали, что для нас экономика сойдется даже в случае вот такого изменения. Поэтому разные ситуации бывают. Для классических стартапов в целом, конечно, российские должны мультипликаторы падать, но есть кейсы, когда обратная ситуация идет, и мы вынуждены идти как бы навстречу. А вот хорошо, что мы как раз собрались, скажем так, из разных фондов, из разных представителей. Вот вопрос, а мы можем когда-нибудь прийти к единому стандарту оценки стартапов? Или вот даже начиная от первичного отсева, когда есть, условно, Дашков Сергея, когда у него есть целая понятная методика. У вас в синдикате тоже будет своя же, может быть, эта же модель. Вот мы можем когда-нибудь к этому прийти? Или все-таки каждый будет оценивать, каждый как хочет? Супер классная идея, надо делать не только синдикат, но и картель, чтобы уже наверняка этим воспользоваться. Но на самом деле большая проблема российского рынка – это непрозрачность условий сделок. То есть если мы на Crunchbase можем посмотреть примерно мультипликаторы, пичбуки по западным сделкам и что-то среднее посчитать, в России мы, там, выше пальцем в небо, берем данные EGRULA, какую-то там информацию закрытую, почем, кто куда заходил, для того, чтобы обосновать, ну, и наши мультиплиники, и для того, чтобы с фаундерами вести переговоры конструктивно. Информации открытых практически нет. Я знаю, что DECIDE сейчас пытается собрать такую базу по России, где будут в том числе условия, но пока информации немного. Если будет такой обмен информацией внутри рынка, это будет очень круто, это добавит прозрачности. Ну, единственное, что у нас специфика, у нас есть, конечно, классический SaaS, проект, где ты понимаешь, какие мультипликаторы использовать, а есть история, не знаешь, проект смотрим по модифицированным второпластам, где выручка вообще не показательна, и у тебя вся капитализация, она будет завязана на IP и на создание SP с крупными индустриальными партнерами. Классические методы оценки там не применишь никогда, поэтому для части рынка это можно сделать, для Enterprise IT, для B2C направлений, для SaaS, но для DeepTek это сделать сложнее. Но вообще тема очень правильная. Ну, вот родился стартап, да? Как раз была единая на данных. Но вы просто находитесь в большой структуре WebVentures? Нет. Мы находимся в их структуре. У нас, как я сказал, у нас есть фонд ранних стадий, он частный, мы там делаем, не знаю, 5-7, сделаем в год. На ранних стадиях есть фонд, где мы являемся, GP, там есть ряд инвесторов инвестициональных, частных, частных-маленьких. У нас достаточно большой коммитмент, как у управляющих самих. Там один из LPV Ventures, да, но неконтролирующий абсолютно. Понял. Хорошо. Вячеслав, хотелось бы у вас вот спросить. Вот разведка боем – это такое место же, сообщество… Разведка. Разведка, разведка, да. То место, где встречаются как раз абсолютно все. Это стартапы, инвесторы, бизнес, корпораты – абсолютно все. Кстати, вот есть ли вот эта вот сейчас разобщенность, какие-то конфликты, интересы между стартапами, венчурными фондами, корпоративными фондами? Мне кажется, наоборот, сейчас больше коллективный разум работает, нежели разобщенность. Потому что, во-первых, нужно активы спасать, да, нужно активы продавать, нужны доп. инвестиции в те же, ну, то есть в фоллоуон, в те же свои стартапы, где ты хотел бы разделить экспертизу уже еще с кем-то, потому что это если бы про Россию говорим. Вполне себе хорошо, ну, не знаю, мы во всяком случае себя чувствуем, и у нас сейчас степ-бай-степ идут сделки уже к инвесткомитетам, мы будем дальше инвестировать, поэтому и чеки у нас разные, и могу сказать, что вот мы готовы объединяться со всеми. Ну, то есть, ну, природа ангельских инвестиций, она такова, что ты как бы разделяешь риски, да, и разделяешь премию за успех с такими же себе коллегами. Вот, прекрасная пора, мне кажется. Мы, кстати говоря, в марте, когда еще все рефлексировали, да, мы собрались, провели мини-конференцию «Кто вместо?», да, вот, потому что считаю, что, ну, то есть, слава богу, большой бэкграунд, да, предпринимательский, вот, и ты понимаешь, что любые кризисы, они где-то заканчиваются, и время возможностей всегда есть. Ну, как бы это цинично ни звучало, но, извините, природа денег, она вот такова, что нужно успевать зарабатывать. Вот, ответил, наверное, на данный вопрос, что мы сейчас вот даже сидим с вами на травке, вот, на общей полянке, и обсуждаем общую тематику, делимся информацией, обмениваемся. И поэтому, мне кажется, никто тут не зажимает какие-то сделки, наоборот, мы их больше показываем, выпадываем, чтобы туда можно было с синдикатами разными заходить, в том числе, кстати. То есть, рынок как раз пойдет на то, что вот у меня есть хороший проект. Да я не знаю, куда рынок сейчас пойдет, сейчас все пока катится, падаем и падаем, и где это будет, но мы, никто не знает, и кому мы будем это продавать, не знаем. Сейчас вот венчурная дивидендная модель вполне себе рабочий вариант, и мы можем сюда привлекать большее количество предпринимателей именно с таким опытом операционным, да, кто может, опять же, своей экспертизой, своими деньгами, для них это более понятный уже инструмент, да, нежели венчур, ну, в таком понимании. Поэтому это гораздо шире сейчас получает воронка предпринимательская, при всей ее узкости в понимании венчура, да, у нас все разлетели, сейчас там делятся, там, либо ты белогвардеец, либо ты здесь. Ну, то есть, мы сейчас, если в России, то ок, вполне себе хорошо можно работать, и нужно это делать, и не надо ни перед кем оправдываться, что ты, там, кого-то ты поддерживаешь, то, что ты работаешь здесь или нет, ну, как бы мы все с вами здесь живем, у нас здесь дети, мы здесь с вами работаем, работали, будем работать и развивать этот рынок, а когда время придет для того, чтобы какие-то рынки другие открывались, ну, значит, придет это время, будут другие стратегии появиться. Сейчас, кстати, уже появляются другие индусы появляются там, да, ну, в общем, вот. А как вы оцениваете вот уровень зрелости вот как раз тех частных инвесторов, которые приходят к вам же, да, или те, которые хотят вложиться в стартап? Уровень зрелости стартапов, насколько они умеют оценивать свою компанию, насколько вообще, в принципе, они понимают, как это все работает? Потому что мы были, Вячеслав, с вами тоже, да, мы с вами как раз и в Донополисе, и в эти парки посмотрели, на, в соответствии, у вас впечатление о том, что вот некоторые хорошо в этом акции, а там, некоторые плохо, не знаю, может быть, у вас какая, у вас в любом случае воронка больше, вы увидите, что, может, нам сначала надо научить ребят оценивать сами себя, да, вот, как у вас в сообществе? Это вечная работа, это вот как ангелу постоянно ходить на конвейер и смотреть стартапы, это работа такая, ну, вот, у нас такая работа, даже мы, не знаю, как отдыхаем, мы работаем, у нас у всех телефоны, которые горят от кучи сообщений, учить, конечно же, да, всегда это нужно, это здорово, и если ты учишься, ты обогащаешь себя и рядом с тобой, кто находится, да, вот, а то, что зрелые, незрелые, всегда, мы в декабре проводили корейские стартапы, корейские для русскоязычной аудитории, ну, это как кануло, как бы, в лету, и там ровно те же, как бы, та же проблематика, они не опытные, да, у них лучшие, качественные продукты, если там хардверные, да, там, потому что есть у них где делать красивые вещи, так это назовем, но они ровно такие же одинаковые, как и все наши стартапы, такие же вот неумейки, так же питчатся там, пытаются, не могут правильно собрать слова, такие же деки у них, там, поэтому одинаково везде, единственное отличие является, что в других странах можно на идею деньги поднять, да, у нас, наверное, нет, у нас инвесторы не любят на идею давать деньги. Олег, хорошие вопросы, я тоже хочу добавить на примере конкретного кейса, вот, по компании «Оператор», то, что мы сейчас с Игорем индицируем вместе, вот, Антон, то, что помогает акционировать, мы договорились о плавающей оценке с основателя, и фактически с этим все согласны, это для всех приемлемая модель, просто если он за следующий год вырастет в три раза, то оценка будет в два раза больше, если он будет хуже показателей, то оценка будет меньше, поэтому здесь вот эти вот новые правила русского венчура, я думаю, сейчас Игорь там добавит, потому что фактически это его заслуга, он всю эту модель придумал, мне кажется, тоже будет достаточно адекватной, потому что, правда, если у тебя компания вырастает за следующий год в три раза, то ты готов в нее войти уже по совершенно другому оценку. Это как плавающая процентная ставка, да? Это круче! Не, ну, в целом, нужно будет эту модель переизобретать, потому что, значит, рынок меньше, соответственно, стартапы будут привлекать меньшее количество раундов, соответственно, они не добегут до миллиардной оценки, они добегут до меньшей оценки, значит, оценка на старте должна быть меньше, да? Потому что мы, в конце концов, хотим зарабатывать свои, там, стабильные, там, не знаю, там, 30, 40, 50, там, процентов АРАР, там, года в год. Вот, чудес не бывает, это математика, да, значит, как может это меняться математика? Ты можешь снижать процент смертности стартапов за счет, не знаю, дополнительных, там, грантов, каких-то субсидий и так далее. То есть вот эта вот комбинация частного финансирования, государственной поддержки и так далее, оно может помочь стартапам накапливать капитал, привлекать капитал, при этом не сильно размываясь. И ожидания будут, что они не будут поднимать, там, до бесконечности раунды, там, DC, F, там, и так далее. А им нужно дать, там, не знаю, такой шот, выстрел, там, чтобы они в два этапа добежали, там, до момента безубыточности. Вот, ну, или до состояния, когда они выйдут уже, там, на операционную прибыль. Вот, при этом они могут быстро расти, но, как бы, ну, реалии, в которых мы живем, они другие. И вот здесь я вижу, там, помимо вот этих всяких нюансов с плавающей оценкой, конвертируемой займой и так далее, вот это вот правильное сочетание частного капитала и грантовой поддержки, которая должен, должно помочь ситуации, потому что то, что сейчас Арифрит, например, делает, когда тебе, условно, к инвестиционным деньгам и, там, своим собственным деньгам дают плечо, там, 4-5 иксов, да, там, деньги, которые не размывают компанию, это, это очень хорошая инициатива. Понятно, что ей нужно, ее нужно достаточно хорошо контролировать, чтобы она использовала, там, по-целевому. Но, и мы тоже это видим. Мы готовы дать деньги стартапу, который уже идет по этой линии, получает, соответственно, такую грантовую поддержку, потому что мы понимаем, что больше будет возможностей для развития. Хорошо, спасибо. Запомним еще вот эту тему по грантам и так далее. Антон, вот вопрос. Вот, вы знаете, когда вот налетели как раз эти черные лебеди на всех единородов, да, вот эти все события и так далее, мы увидели, что все венчурные фонды и частные инвесторы поставили свои сделки на холл. Ну, непонятная ситуация, нужно спасать свои портфельные компании и так далее. И мы в Иннополисе вообще, в принципе, там, с компаниями увидели, что корпоративные венчурные фонды начали активизироваться достаточно быстрее. Они начали агрессивнее смотреть на компании, когда, если раньше вообще не брали на пилота, да, или просто посматривались, больше стали уже отсматривать там лучшие технологические решения на рынке и так далее. Но как-то уже пошли быстрее. А может быть, может быть, это, ну, вообще, что сейчас с этим интернетом? Может быть, сейчас CVC-фонды, они пойдут, и это будет единственным способом быстро собрать деньги для стартапов? Не считаете так? Ну, если брать корпоративные венчурные фонды, то у них достаточно жесткие требования входные именно для стартапов. Поэтому, вот если брать нашу команду, наш департамент открытых инноваций и инвестиций, который называется просто «Народье и стартап-хаб», то у нас есть целый, наверное, веер инструментов, которые позволяют работать с разного рода проектами на разной стадии. Например, буквально там в этом году открыли площадку, физическую площадку в Новосибирске, в технопарке. В прошлом году открыли площадку в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге, ну, и до этого была в Москве. То есть, почему именно в этих городах? На самом деле, там очень большая концентрация разработчиков, айтишников, наукоемких различных производств, которые могут давать поток проектов на два порядка больше, чем есть он сейчас. И де-факто нет активизации со стороны людей, то есть, ко мне на площадку, я сам в Нижнем Новгороде нахожусь и руковожу ей. Ко мне приходит большое количество разработчиков на мероприятия и так далее. Практически у всех там, ну, 20% показывают свои педпроекты, которые в очень иногда классной стадии находятся. Им не хватает буквально двух вещей. Не денег, не инвестиций, а нормального выстроенного маркетинга и точки приложения. То есть, первых удачных пилотных внедрений, где они покажут технико-экономическое обоснование, и тогда уже понятно будет, куда инвестировать, во что, в каком виде. И, соответственно, вот наши площадки, они из себя представляют сейчас коворкинг, лекторий, донозоны, лабораторий, где есть станции пятого поколения, можно прийти со своим оборудованием, его протестировать. Причем, когда у вас еще вообще ничего нет, то есть только прототип. Потом прийти к нам, мы даем небольшой грант, пока он был на последнем наборе, там, 500 тысяч рублей, но этого было достаточно, чтобы доработать до стадии 5G проекта. И когда эти сети, надеюсь, появятся, да, там более широкомасштабные, тогда у этих стартапов будет такое конкурентное преимущество, мы их будем продавать. Эти кейсы на предприятия, на заводы, на B2C рынок, на различные сегменты. И под это есть запрос у целого веера разных внутренних бизнес-заказчиков. Ну, то есть, если брать МТС, он сейчас представляет собой такую, с одной стороны, цифровую экосистему, если брать рынок B2C, с другой стороны, целый набор различных вертикалей, которые отвечают и за телеком, и за медиа, да, такие он, вот же самый. И даже свой развлекательный огромный комплекс строится, причем уже второй под Москвой. И поэтому, безусловно, вот мы в начале года перестроили работу вообще нашего внутреннего департамента и выбрали такую аккаунтинговую модель, когда первый фокус мы делаем на выстраивании партнерства и проведении тех проектов, под которые у нас есть запрос. В первую очередь, внутренний. То есть, модель тени толкает, да, то есть, мы в данном случае вытягиваем запросы со стороны нашего внутреннего бизнес-заказчика и понимаем, какие проекты, какие фокусы необходимо будет закрыть и какие проекты отсмотреть. В среднем, вот только наша команда отсматривает более 150 проектов в месяц. Но помимо этого, да, то есть, это вот мы с января начали эту работу. И благодаря этому достаточно сильно вырос, наверное, процент проектов, которые зашли на партнерские отношения. Но это не инвестиции, да. Следующий блок инвестиций, да, то есть, уже про венчурный фонд, как раз про CVC. И следующий блок M&A. И они рядом. То есть, мы находимся в блоке стратегии в компании. Так, может быть, раскрутить гайки по рискам и тогда вообще забирать себе практически всех? Тут вопрос, наверное, не столько там в рисках, сколько достаточно сложной внутренней процедуре с точки зрения сопровождения таких там проектов и достаточно сложно их засунуть без запросов. То есть, иногда приходит проект извне, говорит, мы делаем классные UGC ролики там с помощью крутых новых видеокамер мы их разработали. И у нас под это формируется запрос из такого инициирующего обращения. Но, как правило, ситуация обратная. То есть, надо такие-то решения, например, для детей, для финтеха, для банка и так далее. И мы их уже отбираем. В том числе и обращаясь к вам, к нашим партнерам, к технопаркам, к инкубаторам и так далее. И, соответственно, как можно было бы вообще усилить эту историю? Вообще, во что можно превратить такую коллаборацию? Безусловно, не хватает сейчас радикального пересмотра вообще модели, выстраивания конвейера, упаковки и сопровождения стартап-проектов, начиная от идеи, заканчивая бизнесом. Причем идей таких достаточно много у людей. Я не скажу, что там много уехали. Наоборот, у меня вот есть стартапер, который раньше хотел уехать. Сейчас говорят, нет, я никуда не поеду, я буду делать проект здесь. И есть такие примеры. Они, конечно, может быть, единичные и неожиданные, но тем не менее. И с точки зрения коллаборации с корпорацией, в которой есть целый веер запросов, ну или как минимум направление, от ритейла, заканчивая медиа и телекома, работа с инвестиционными клубами, с бизнес-ангелами, я не думаю, у нас, наверное, она не была выстроена. Вот в какой-то модели. И это может дать дополнительный эффект, как для стартапов, который пройдет некую долину смерти и быстрее получит, может быть, даже не инвестиции, а вот именно эксперта в конкретном рынке, который подскажет, что с этим делать. Потому что часто продукты замирают в какой-то состоянии. И для нас это будет более подготовленная воронка проектов, которые будут с большей выживаемостью. Потому что я был, когда на Мерджио несколько лет назад в Минске, потрясающий питчер на английском. Классные бизнес-модели, идея неожиданная, технологий никакие. Вот у нас все наоборот. У нас могут быть потрясающие технологии, там, rocket science. Но никак не упакованы, полное непонимание, что делать с этим продуктом. Это продукт, это технология или что-то. И, соответственно, нет бизнес-юнитов, которые готовы это тащить. То есть превращать технологию в полноценный продукт и превращать его в масштабируемый бизнес, не в разовое внедрение. И вот когда я начал делить вообще проекты, которые к нам приходят, то есть есть технологические, где основную ценность представляет технология, есть аудиторные, типа соцсетей, где основную ценность в плане продукта составляет аудитория, которую он набирает. То есть возьми Facebook, у него миллиард долларов вложены, но без людей он нафиг никому не нужен. И контентные, то есть типа каких-то курсов и прочего. И вот у нас почему-то перекос идет на аудиторные и контентные проекты. Хотя вот на технологические надо бы тоже посматривать, как это делают, например, корейские компании, китайские сейчас. Им вообще второй и третий сегмент не интересен. Спасибо. Вопрос как раз это уже там и зрелости в том числе, когда они упокоят или не упокоят. А вот я вот хотел бы продолжить вот эту тему. Анна, вот вы как синдикат выстраиваете как раз отношения там между стартапом, бизнес-ангелами, как-то фондами, да, и подтягиваете эксперты на оценку и корпорации и так далее. Вот то, о чем Антон говорил, вот какое ваше мнение? Вот хорошо, НТС его отобрал, есть внутренний заказ, подтянули стартап, нашли. Даже, допустим, упаковали, и все хорошо. И потом он должен интегрироваться в корпорацию. А там ФЗ, там закупки, там еще что-то. И как мы видим, пилоты иногда или не пилоты. Просто вроде как бы зашел хорошо, и все, и стоп. Вот синдикат в этом плане как-то может быть драйвером в том, чтобы вот протолкнуть эту компанию или допинансировать, или что-то сделать еще. Вот как вы видите эту ситуацию? Ну, вообще, это очень больной вопрос. Я как старый корпорат могу сказать, что происходит со стартапами в корпорациях. Они-то умирают. Именно потому, что молодые, неготовые ребята без большого рычага вот этого прохождения пути между всеми процедурами корпораций, у них просто нет ресурсов для того, чтобы это выдержать. И поэтому, а корпорация, у нее такие процессы, что она не может себе позволить быстро принимать решения или быстро каким-то образом устраивать вот эти вот решения в свои процессы. Поэтому я бы здесь так отделяла вот корпорацию как таковую с корр-бизнесом. Это отдельный мир. Вот это вот хаба стартапов. Здесь есть синергия, но эту синергию между хабом стартапов и корр-бизнесом корпорации надо оставлять на откуп самой корпорации. Только она с этим готова справиться. Вешать это на стартап бессмысленно, потому что это крайне сложно. Хотите быть гибче, меняйте свои процедуры. Конечно, меняйте процедуры. Если вы хотите развиваться, если вы хотите конкурировать, а это на самом деле единственная возможность для корпорации отстраиваться от конкурентов, это постоянно внедрять новые инновации. Внедрять инновации можно только двумя способами. Либо делать внутренние инхаус-разработки, опять же, с пониманием того, какие внутренние процедуры и все прочее. Это долго, дорого. Люди устают от этого, выгорают. Либо покупать. И на самом деле это практически единственная возможность. Это сделки МНД. Мировой рынок это давно понял. Поэтому стратеги покупают, покупают и покупают стартапы. Зачем? Ну, чтобы дифференцироваться, чтобы расти. Для этого они их покупают. Поэтому... А здесь, понимаете, получается, что у нас еще пока только простраивается вот это. То есть мы сейчас с вами говорим, что корпорация не покупает стартап для того, чтобы встроить эту технологию или этот продукт свой бизнес и масштабировать его или развивать его каким-то образом. Мы сейчас говорим о том, что корпорация, как венчурный фонд, берет в себе новый стрип монетизации. Это разные вещи. Так вот, когда корпорация вкладывает деньги в стартап для того, чтобы заработать денег на венчурной модели, как инвестор, не надо мучить стартапы своими процедурами. А когда корпорация делает делку с M&A для того, чтобы купить себе стартап, строить его в свои процедуры и уже пользоваться этой технологией, ну, тогда это совсем другое, это вторая модель. На самом деле надо делать и то, и то. И мы, как синдикат, в мое мнение, можем только помочь продумать это, сделать это. Возможно, мы можем помочь каким-то своим нетворкингом, своими связями, потому что многие из нас, из бывших, мы можем найти те слова, мы можем найти те методики, те мысли, которые помогут тем людям, которые сейчас управляют корпорациями. Это очень непросто. Перестроиться, стать гибче и найти свою модель развития. Ну, вот это мы можем сделать. Ну, плюс мы можем дать, конечно, некоторую гибкость и честность рынка. Мы можем сказать правду, как оно существует, как оно живет. И мы независимы. Это тоже наше преимущество. То есть, если корпорация начала стартап душить в наших интересах и возможностях притискать, перестаньте. Потому что, если стартап это скажет, его никто не услышит. Мы защищаем, конечно, своих, безусловно. А сейчас тогда, получается, выстраиваем отношения между друг другом и на поле Сколково, любые другие институты развития, Sirius тот же самый, да, или разведка вообще. Мы вообще вам, чем можем быть полезны? Полезны ли мы вам вообще? Как синдикату? В синдикату, да. Ну, конечно, мы с вами вместе делаем этот рынок. Это вот не слова. Мы одни, как синдикат, не сможем выстроить рынок. Нам нужны все. Нам нужны вы, как площадки, которые нам поставляют, ну, нам, нам всем с вами поставляют новые, свежие проекты для того, чтобы мы в них проинвестировали, потому что, ну, вот, ты инвестор, у тебя есть полденег. Когда твои собственные денежки, они чьи-то там, сидишь и думаешь, ой, а вы этот проект проинвестирую или нет? Ой, а вы этот проинвестирую или нет? И воронка-то мы с вами понимаем, что вообще-то, если брать не отобранные стартапы, то это один на тысячу. А если брать отобранные стартапы, ну, в лучшем случае, это один на сто, там один на пятьдесят, и вы представляете, сколько нужно отсмотреть для того, чтобы потом в это проинвестировать. Соответственно, а кто поставляет? Вы. Поэтому вы очень нам нужны. Нам очень, нашей экосистеме в стране очень нужны площадки, которые выращивают качественные стартапы, чтобы мы с вами сократили вот эту воронку из тысячи. Мы брали не один, а два, десять, сто. Это прекрасно. И все остальные нам нужны. Большие корпорации нам нужны для того, чтобы потом выходить и зарабатывать, собственно, на выходах деньги. Конечно, нужны. Еще как нужны. Мы для этого живем. Партнеры нам нужны для того, чтобы вместе сделки синдицировать и нетворкинг развивать. Вообще все нам нужны. Ну вот мы и для этого привлекаем, как раз и ведем работу над, скажем так, приземлением сюда уже как раз и IT-компании, крупного интерфайза, и стартапов и так далее. Рената, подскажите, вот сейчас на полторы сотни стартапов у нас в УЭЗ, и эти ребята, которые к нам приходят, у нас нет своего венчурного фонда, у нас нет ни корпоративного фонда, у нас нет вообще каких-либо грант. Вот эти люди, которые к нам идут и потом пойдут, потом которые пойдут уже в фонды, на их корпораты и так далее. Кто эти люди? Это вообще, ребята, безнадеги или что? Или вот что ими движет, что ими движет, чтобы они вот пришли сюда и уже, я не знаю, воплощали свои какие-то мечты? Вообще, интересно, от Олега этот вопрос слышал. Моего зама по привлечению компаний. Обычно я его спрашиваю, сегодня он меня спрашивает. Сегодня я уже говорил, что мы реально, ну, надо признать, что там два года назад мы не занимались стартапом. И надо признать, что первый год, когда у нас там пришло 80 компаний, по-моему, мы брали всех же. То есть я вот не разделял, и фильтров практически никакого не было. Да, у нас был экспертный совет, там был мэр города, там я, три представителя от компании, директора, ректора университета, все было там посерьезно. Мы брали практически всех. Идеология была такая, ну, не получится у него стартап. Ну, попробует еще раз, но он уже с нами, в нашей системе. Вот. Хорошо, не получился второй стартап, ну, заберет его Сбербанк, там, ЛНТС, или Тинькофф со всей командой. То есть они не потеряются, а вот эти ребята с горящими глазами останутся у нас. И, ну, надо сказать, что, наверное, мы эту политику продолжим. И это, может быть, нас отличает от других институтов развития, где жесткий экспертный отбор. Это круто, он нужен, но вот на том этапе, на котором мы сейчас находимся, мы, наверное, ну, практически всех, кто хочет заниматься IT, если есть понятная команда, понятное решение, желание этим заниматься, даже если у него не сходится финмодель, там, ПНЛ не такой, как, наверное, инвесторам хотелось бы, мы все равно этих ребят себе берем. Они так или иначе найдут себе применение. И вот практика показывает, что у нас отток менее 5%, то есть, чтобы попали к нам и потом ушли, это меньше 5% в компании. Все остальные так или иначе остаются в нашей тусовке. Они примыкают к каким-то консорциям, я вчера Вячеславу рассказывал, у нас есть там Smart City, MedTech, Agrotech, FinTech и так далее. То есть, они туда попадают. Или же они трудоустраиваются и работают по найму. Что же, хороший кейс, хорошие истории растут уже в корпорациях. Или пробуют еще раз, нанимая студентов со второй-третьей попытки что-то у них выстреливает. Поэтому мы, наверное, такая штука, все, сколько тяжело попасть. Экспертный совет, своя процедура и этот мощный большой институт развития. Жалко, что он один, должно быть больше, но вот сейчас такая у нас тенденция. К нам легко попасть. У нас больше 70% в этот приезжий проект. Это приезжие стартапы. И цель у нас до 1000 компаний дорасти, но сейчас и у Олега в том числе фокус. Это то, чтобы компания, попадая в нашу систему, помимо наших сервисов, получали возможность быстрого доступа к деньгам. Хотя тоже вы говорили, что в принципе финансы не главная проблема. мы видим все-таки все равно две проблемы, по крайней мере по нашей статистике. Первая, либо продукт, то есть по маркетингу мы их как-то прокачиваем сами на самом деле. Более-менее, может быть, не на английском они выступят, и не топ-пич будет, но рассказать о продукте они смогут. первое, что делают вещь, которая рынку не нужна, в принципе, не востребована. Хотя, может быть, классная технология, просто она в моменте на рынке России, СНГ может быть не востребована. А второе, что денег хватило на полгода, а дальше сдулись. Ну, какие-то первые пассивные деньги привлекли, миллионов 5 рублей, частно. Команду наняли, я даже смотрю, есть примеры таких стартапов у нас дальше здесь. Ну, а дальше через 5 месяцев зарплату платить надо. Ну, ладно, у нас там каоркинг смешных денег стоит, там, 2000 рублей в месяц, ну, это наша политика такая, мы практически не берем за свои сервисы денег никаких. Разработчикам платить надо. И вот дальше возникает вопрос, а что делать? Идти по грантам там первая история долгая, пока сделаешь заявку, пока пройдешь отбор, а если ты в цикл не попал, ты пролетел, вот здесь лет еще угодно. Вот, хотя мы активно это работаем сборником, у нас многие привлекают старт 1, старт 2, ну, есть цикличность и тоже не факт, что ты получишь. И дальше что происходит? Либо, вот, как правило, что я наблюдаю, они начинают ходить по знакомым, богатым знакомым. У кого кто-то есть, кто с деньгами. Слушай, классный проект, дай там 10 миллионов, там, ну, 10 нет, ну, дай 3, и вот еще он там 4 месяца жизни покрыл себе. И он вот в постоянном режиме стресса находится, фаундеры, как дальше-то через, там, ну, на третий месяц, как правило, возникает вопрос, значит, что дальше? И они либо начинают занижать себя сильно, да, и прям отдавать очень много за низкие деньги, лишь бы там не развалился проект. Вот. Ну, либо проект сдувается, да. Вот, соответственно, мы бы хотели, вот, как Минополис, значит, вместе с вами всеми, может быть, помогать, вот, в том числе и таким проектам. Ну, понятно, что это требует больших вложений временных, обучения и так далее. У нас это пока не выстроено, и мы, наверное, не обладаем экспертизой, как это правильно построить. Будем очень признательны, если вы нам поможете это сделать. Вот, значит, обучить стартаперов, в том числе, значит, не просто себя продать, вот, значит, правильно планировать инвестиции, которые ты получаешь, правильно, у многих же вопросы, правильно ли я себя оценил или нет. Вот, сказали 200 миллионов IT-парк. Почему? Потому что мне нужно 200 миллионов. Но он просто не умеет, наверное, или не знает, как правильно себе оценку провести. Но зачастую же это реально очень сложно. Может быть, у него там нет выручки, но патент на бомбическую технологию на Минте. То есть, у вас, понятно, есть свои метрики того, как оценивать там. И все мы хотим видеть, что есть там классный трекшн, идет рост, выручка растет и так далее. Но есть категория, вот, допустим, я в Берлине, когда был два года назад, там есть же специальные венчурные фонды, которые тысячами инвестируют, там, по 50 тысяч евро за 5-7% именно в пресид-стадии. И это идеяные темы. Вот там, ну, какой-то MVP маломальский у них есть, но вот я с одним основателем фонда общался, который, кстати, сделал первые деньги на eBay. То есть, они были одним из первых инвесторов eBay. У нас, говорят, 200 сделок в неделю, 200 проектов мы смотрим в неделю, вот, а в год инвестируем примерно в тысячу, по 50 тысяч евро. Ну, что-то из этого, там, понятно, статистика, не 20 из 80, 10 из 1000, может быть, но кто-то из этого станет долларовым единорогом. Вот, и я вот вижу, ну, боль наших стартапов именно в этом, то, что их надо обучить, ну, понятно, там, правильно себя упаковывать, продавать, питчить. Второе, правильно общаться с инвесторами. Это я уже на стороне стартапа, наверное, говорю, хотя мы, хотя аудитория у нас инвесторская, вот, правильно себя, там, и оценивать, да, и, соответственно, максимизировать те деньги, которые можно привлечь с компанией. Вот, ну, и третье, проходить, то есть, помогать им проходить вот эту тернистую дорогу первых денег. Вот, у нас, ну, по статистике 150 где-то, наверное, 60, сегодня говорил, 60-70 активные, уже прямо живые и так далее. Остальные, я не знаю, как бы в такой вплавающей стадии. что-то из них получится, что-то не получится. И вот, моя задача, как я себе цель вижу, значит, те первые 60, они в любом случае выстрелят, у них все получится, там, сильная команда. А вот второй пул компаний, то есть, да, можно сказать, ну, значит, они должны умереть и, значит, и не надо им помогать, да, и там, но с другой стороны, может быть, мы, как Иннополис, сможем какую-то систему построить для того, чтобы этих компаний, которые перешли в первую категорию, было чуть больше, ну, хотя бы из этих 60, чтобы там про проектов 30 дальше стрельнуло. Вот мы в этом свою цель видим и, конечно, поэтому очень заинтересованы в любых предложениях, там, в какой-то обратной связи. Вот вы сказали, что готовы работать, сотрудничать, очень приятно эти слова слышать, это очень взаимно. Мы бы хотели прям, может быть, проработать какой-то план, вот, помимо того, что у нас в плане подписать соглашение, но еще и подумать на тему того, ну, что мы можем сделать, какие бюджеты мы можем заложить для того, чтобы и вам это было интересно с точки зрения, там, качества стартапов, которые приходят, и нам, как институту развития, это было интересно, потому что я, реально, ну, моя оценка такая, что примерно 40% инвестиций в ближайшие два года, они будут ангельские, ну, наши стартапы, процентов 20 будут венчурные фонды, какие корпоративные или околокорпоративные, и остальные процентов 40 будут гранты, как ни крути, но вот там суммы большие просто через эти гранты идут, вот, и любые темы, которые позволят нам, ну, не просто на словах, а прямо в действии, увеличить вот эту статистику в пользу ангелов, а все-таки обращаюсь к вам, потому что вы сегодня здесь представляете самые крупные сообщества ангелов, да, и корпоративных фондов, ну, скажем так, позволят создать больше новых, интересных, крутых решений и проектов, поэтому если есть, не то, что если есть, хотелось бы, чтобы по итогам дня, вот этих трех дней, мы с вами, помимо того, что обсудили какие-то насущные проблемы, сегодня там и политику обсуждали, и все, мы пришли бы к конкретному плану действий, того, чтобы вы ждали, вот Олег спросил, что вы ждете от институтов развития, от Сколкова, от нас, от других подобных институтов, что мы еще можем сделать, помимо того, что я уже озвучивал, подключиться активнее к закону творчества, мы обязаны это сделать, давайте мы включимся активно в этот процесс, потому что на данном этапе мы, допустим, в этой регуляторике не участвуем, по другим нормативке в части образования, например, мы активно участвуем, университет Иннополис обучает 80 тысяч преподавателей российских вузов на тему того, как там учить цифровизацию и кодингу, это ведущий вуз, там центр по подготовке кадров для всех университетов, но по другим темам мы не двигаемся, что еще мы сможем сделать, я не говорю, что сейчас нужно на этот вопрос ответить, но я бы хотел, чтобы мы для себя по итогам этих дней реально зафиксировали, потому что мне кажется, вот такие хабы, как они станут для вас классными точками роста с точки зрения лидов, еще раз, потому что, ну, по 100 компаний в год мы выйдем, это на самом деле мы бы просто переварить больше не можем, у нас заявок в 4 раза больше, чем мы можем принять, вот, соответственно, ну, в перспективе 3-4 лет это будет несколько тысяч компаний, вот, соответственно, вот сейчас классное время выстроить вот эту работу и мы готовы не просто на словах, а действиями, в том числе, там, инвестициями своими показать, что можем быть вам надежным партнером. Нам надо услышать, что бы вы от нас хотели, значит, и как-то, как у нас у чиновников принято конкретные фамилии, сроки, когда мы, когда мы к этому приступим, когда мы к этому сроки. Так, давайте как раз, давайте вот завершая, как раз мы, я бы хотел сказать, можно, прикомментируйте и давайте тогда мы по кругу выскажемся вот в завершении такой блиц. Три вещи, которые помогут нам возродить наш русский венчур. Можно повторяться, можно не повторяться, но просто, как вы считаете, вот что все-таки, хотелось бы от каждого услышать, что мы должны все вместе действительно сделать для того, чтобы его возродить. И чтобы, окей, может быть, если кто-то не согласится со мной там возродить, может, продолжить его, да, или сделать сильнее, но какие-то вещи мы должны каждый от себя сделать, потому что мы действительно сейчас представляем разные институты, и вот это очень важно. Ну вот, комментируя Рината, и это будет сразу же ответ, один из ответов на ваш вопрос, я бы вообще сказала, что мы говорим о создании культуры вот сейчас. раз. То есть, это на самом деле здорово, когда мы от практического применения, куда вложить деньги, приходим к тому, что вообще говоря, надо культурный слой создавать, но чтобы вот если уж он родился, он вырос, вырос таким, каким интересно, и какое-то будет полезно, а потом уже будет польза практическая. Поэтому мы с вами, если говорить про сотрудничество с инополисом, то мы с вами говорим про создание культуры, вот и не меньше. Я с удовольствием готова участвовать, это прям мое все. Поэтому давайте обсуждать и конкретику, конечно. И в эту же тему быть фаундером, быть владельцем бизнеса, это очень тяжело вообще говоря. Это адская работа. И для того, чтобы для себя решить, я вообще бизнесмен или кто, или может быть я высокооплачиваемый специалист в классной корпорации. Это сложный выбор. И молодые ребята, они должны это понимать изначально, потому что нам инвесторам интересно вкладывать только тех проектах, которые через 5 лет не уйдут на должность директора по IT какой-нибудь корпорации. Мы не сможем конкурировать как инвесторы, мы не переплатим корпорацию зарплату. Вот. Поэтому нам интересно только те, которые совершенно сознательно поняли, что да, я бизнесмен, да, мой бизнес, это вот такой бизнес, почему-то. И я его буду делать, убьюсь, но буду делать, дайте мне на это денег, поддержите меня, я буду этим заниматься всю свою жизнь. Или там я буду делать сеть таких бизнесов. Но только это интересно, это и стабилизирует тогда, вернее, минимизирует наши риски как инвесторов. Потому что если парень ходит, или девушка ходит и думает, ой, какой бы мне бизнес выбрать, так вот, чтобы прямо модно было и хайпово, криптой что ли заняться. Но это не то. Это страшно в такое инвестировать, вроде хочется помочь человеку. Но, ну не деньгами же. Вот, поэтому добрым словом мы здесь готовы помогать. Ну, в общем, первое, я за то, что, это культура, конечно, прежде всего. культура, доверие и партнерство. Вот мои слова. Инновация, действие, коммуникация. Еще три брать конкретно. А с точки зрения там культуры и тех страхов, которые есть у стартапа, ну, в первую очередь, берем последний блок коммуникации, да, то есть корпорации с человеческим лицом, инвестор с человеческим лицом, да, к которым не страшно просто прийти, хотя бы вопрос задать. Ну, конечно, не бредовый, но тем не менее. Вот. И что необходимо нам делать? Так или иначе, рано или поздно, я думаю, мы придем к модели некого конвейера стартапов, который будет давать возможность создавать тысячи экспериментов. Вообще, если посмотреть там работу, внутреннюю работу многих корпораций, которые выросли из стартапа, да, Amazon, например, сколько? 20 гипотез в неделю команда должна запустить, да, или там несколько команд и протестировать, проверить, найти и внедрить, где у нас возможности вот так вот экспериментировать, да, и где отсутствие вот этого барьера и уровень доверия, который снижает тот самый страх и понимание того будущего, куда они стремятся. Потому что, когда вы едете в тумане, что первое становится? Что происходит? Человек останавливается просто и все. И некуда дальше двигаться. не виден горизонт событий. И вот надо показать успешными примерами, сделками. Может быть, МНД, который случился и человек, может, перешел потом на позицию в корпорацию и там занимает хорошую должность. Тоже это хороший вариант развития событий как для инвестора, так и для основателей, которые делают. Причем есть же примеры, когда, причем успешные примеры, когда стартап хороший запускает, человек вообще не изойти, который просто классно разбирается в тех бизнес-процессах, он их перепрожил много раз. Он ими живет семь дней в неделю 24 часа в день. И, соответственно, попробуйте не есть, не спать, работать за еду в таком режиме хотя бы полгода. Но я не выдержал, ушел в корпорацию. у меня нет трех каких-то там чтобы передать для вас какие-то свои заказы. На самом деле есть одна вещь, которая является болью для всех регионов. И когда мы проводим где-то там мероприятия в любом регионе, нам говорят, а вы привезете москвичей. Смотрите, что нужно нам? Вот мы здесь и синдикаторы, и фонд, и там корпорации и так далее. Нам нужно, чтобы вот здесь еще сидело человек 20, 30, 40, 50 предпринимателей ваших местных. Для нас, во-первых, это новая аудитория и новые, ну, назовем так, венчурные туристы, которых мы готовы вкладывать про образование, когда вот там ребята, мы там еще мы можем привозить сюда проекты и демонстрировать вход в сделку и объяснять, и рассказывать. А вы после того, как мы уедем, шатер закроем, гастроли уедут, да, вы можете дальше с ними работать. Вот если задаться целью, вот давайте на следующее мероприятие будет здесь человек 20 предпринимателей из Татарстана. Вот все, что нужно. Потому что вот через это будут инвестиции. полностью поддерживаю то, что сказал Вячеслав на 100%. И продолжаю тему обсуждения, что мы можем сделать. Опять же, тоже предыдущий тезис Вячеслава, что мы должны объединять усилия, потому что чем отличается венчурный бизнес допустим от строительного. Строительный бизнес, там конкуренция идет за площадку, либо одному досталось, либо другому и постоянный конфликт. В венчурном бизнесе чем больше мы в одну сделку идем с профессиональными участниками, будь то синдикаторы, или вот мы сейчас с Павловым пока пили кофе, уже договорились, что мы вместе с фондом вынесем в ближайшее время, я думаю, в течение недели-двух тоже одну IT-сделку. Когда мы объединяемся, мы получаем энергию от этих усилий вот это очень важно, это первое. Второе, вот Ренат, честно, благородно с твоей стороны помогать законодательству и прочее, это надо делать, это надо двигать, но вот я, скажем так, будучи долгое время и по ту сторону, и поэтому могу сказать, что самое важное это уделять внимание сейчас стартапу, потому что, ну, по большому счету, Казань-экспресс выросла, при этом законодательстве, да, там, Яндекс вырос, там, Азон вырос, поэтому самое главное это стартапы и очень важно правильно к ним относиться, потому что тоже мы в клубе даже когда сделку не берем, все индицирования, но мы тоже стараемся поговорить с фаундерами и с стартапом так, чтобы у него не опустились руки что-то делать, а наоборот что-то подсказать, помочь, дать совет, сказать, в каком направлении еще подумать, посмотреть, потому что тех людей, которые, правда, решаются на то, чтобы пойти в фаундер и делать свой стартап, мне кажется, их надо просто беречь и ценить, потому что, правда, у него может не получиться один раз, второй, но если он пошел по этому пути и мы его будем поддерживать, то здесь очень большой, как бы, шанс на успех. И третье, наверное, правда, это тоже очень важно, вырабатывать вот эти стандарты сейчас инвестирования, чтобы были одинаковые подходы. Вот тоже Олег задал вопрос подходов к инвестированию. Вот у нас сейчас сделка, мы по оценке сходимся. Если проект хороший, то тут реально оценка, она одинаковая, что вот у коллег, что у нас вот у экспертизы, которую делаем, но чем больше вот этих стандартов мы сейчас, наверное, выработаем, вот то, что мы с Эклимсой не рассказывали про акционирование, про плавающую оценку, чем больше будет набор инструментов и совершенно, я согласен, это мы должны подсказывать фаундеру, соответственно, с какой оценки ему начинать, с какой приходить и, может быть, тоже делать вот эту вот плавающую в зависимости от той технологии, которая у него есть. Поэтому, наверное, подытоживая, первое, это объединить наши усилия, потому что у нас такая общая достаточно большая задача. Второе, это, наверное, прямо относиться к проектам, очень бережно и стараться там не высокомерно, там ерунда, а стараться помогать, вести. И третье, вот эти выработы стандарта, и которым как раз вот то, о чем вы говорили, обучать, максимально рассказывать. И, соответственно, наверное, четвертое даже добавлю, но это, больше вовлекать вот в наше мероприятие новых людей, которые бы это смотрели, слушали и тоже примыкали к нашим рядам. Спасибо. Сказать тоже почти нечего. Тогда можно, наверное, резюмировать. На самом деле, что мы хотим видеть? Мы хотим видеть рост бизнеса, венчурного бизнеса в России. Его создают предприниматели, а еще лучше серийные предприниматели, а этих серийных предпринимателей мы должны вместе вырастить. Что делают предприниматели и серийные предприниматели? Они зарабатывают деньги, они бизнесмены. Наша задача на старте выявлять вот этих самых бизнесменов и вести их аккуратненько по, скажем так, ускорять пусть их развитие для серийных этих самых для серийных фаундеров. А это, собственно, помочь им протестировать свои гипотезы, найти первых клиентов, понять восторг клиента и понять, как монетизируется восторг клиента. И по этой цепочке все будет работать. Здесь есть очень большой культурный и образовательный аспект. Мы должны вместе обучать инвесторов, мы должны вместе давать навыки софт-скиллы, а именно бизнесовые скиллы стартапам. Это то, что вы делаете, то, что мы можем делать совместно. Давайте делать песочницу, где они могут пробовать свои продукты, обязательные корпорации. в целом каждый делает свой кусочек, но нужно просто дружить. Нужно делать синхрон. И это не план на полгода. Это как венчурный. Это долгосрочное развитие. Наш венчурный рынок по сравнению с рынком американским в Долине, он в таком зародышном состоянии. Еще пройти десятки лет, когда условно каждый дантист в своем в котором есть свой портфель инвестиций. Только у нас есть хорошее инженерное образование, в целом образование. Мы можем делать это эффективнее, чем американские дантисты. Точно. Спасибо. Ну, я, наверное, не дам каких-то третезисов волшебных, но прокомментирую слова Вячеслава. внесу предложение. Мы тоже, как МТС, являемся песочницей во многих вопросах. Там и Автонет, Аэронет, и многие решения пилотируем и тестируем у нас. Я реально сегодня, вчера Олег не удалось соврать, спрашивал, какие стартапы у нас будут на этой сессии, на панельной дневной. Сказали никаких, потому что именно эта сессия она такая внутренний между собой на тему того, как дальше жить и что нужно сделать. А вот после этой сессии будет 20 пичей, где будет возможность с компаниями пообщаться и так далее. 20, хотя желающих было почти 80. и вот следующие дни, я очень надеюсь, что получится у вас тоже остаться там как минимум на завтрашний день, на завтрашний вечер. Готовьтесь, коллеги, к тому, что вас будут атаковать, потому что вот там будут стартапы, компании, фаундеры, которые будут засыпать вас вопросами. Конечно, мы определенный фильтр сделали, чтобы количество инвесторов у нас сколько приехало? Ангелов-инвесторов? У нас порядка 50. 50, да? Да, то есть, чтобы была возможность со всеми пообщаться, но вот у нас там был некий критерий того, все-таки кого мы пускаем, вот сейчас, если вы не против коллеги, а давайте мы всем разрешим прийти на эти тусовки. Еды, правда, всем не хватит, да? И выпивки. Да, ну, я условно говорю там, всех-всех, но чуть больше, чем мы хотели, да, у нас сколько по плану все-таки было по стартапам, отдельно давайте обсудим, и сколько еще мы можем добавить, потому что если есть действительно такой запрос, хотя Игорь уже испугался, потому что больше всего его атаковать, наверное, будет в этом тусовки. Тем не менее, я за то, чтобы такая коммуникация с компаниями была. Вот, это первое. Второе, почему я говорю неоднократно про законодательство, потому что мы, если его не поменяем, вот следующие, да, надо там не пять лет, десятилетия нужны на то, чтобы формировался рынок, но он, если в том же темпе будет формироваться, что и раньше, ну, это как бы не дело. То есть, мы так и будем, там, в 50-ке стран по емкости черного рынка. Чтобы был урожай, нужен чернозем. То есть, чернозем для меня это закон о творчестве. То есть, вот сейчас, вот еще раз повторюсь, в ближайший год, может быть, два, можно очень быстро, я просто был свидетель, я сам там двигал многие законы по предыдущей работе в том числе, и знаю, что есть законопроекты, в частности, по особым экономическим зонам, там, пять лет не могли принять поправки. Вот. И за последние полгода все приняли. Вот сейчас время для того, чтобы мы могли реально эту тему додвинуть. При всем уважении ко всем другим институтам развития, я не знаю, какие у вас там ресурсы есть, да, наверняка очень мощные. Если мы их объединим, у нас у главы региона тоже мощнейший ресурс, да, очень хорошо к нам председатель правительства относится в части, все-таки, ну, Патерстан заслуживает там звания такого, одного из передовых регионов в части не только промышленности, но инноваций. И нас слышат. И вот если мы сейчас правильные вещи сделаем, то у нас будет чернозем. В черноземе будут хорошо расти проекты. И на самом деле всего остального уже особо-то и не нужно будет. вы сами сформируете этот рынок, обучая стартапы. Мы готовы в этом участвовать, но все-таки мы не эксперты в этом. Да, мы можем построить прекрасную инфраструктуру, отличные технопарки, еще раз стать площадкой встреч стартапов, компаний и инвесторов, поставлять вам лиды, но формировать рынок ангелов новых, это все-таки ваша задача. Находить тех, что желающих много, многие не знают, как туда попасть. Может быть, не в ваш, не конкретно в синдикат, может быть, в другие ангельские сообщества. Мне хотелось бы, а, чтобы вот рынок бизнес-ангелов был цивилизованно сформирован, чтобы ко мне, ну, чтобы не приходили строители и говорили, у меня 30 миллионов рублей, что мне с ними делать? Они знали, где им нужно обучиться, Вячеслав вот эту дорожку прошел, вот, знали, кому можно обратиться, как в эту историю войти. Б, чтобы был цивилизованный рынок именно стартапов самих, чтобы они были обучены. Вот это, наверное, можно объединить словом культура, вот вы сказали, мне кажется, совершенно правильное слово я вот за эту тему. Ну, и цивилизованный чтобы было все прозрачно и не было никакого страха вокруг. Я вот сказал фамилию, сроки, и сразу Павел пошутил на эту тему, да, но это на самом деле печально. Надеюсь, что пошутил. Вот. Хочется, чтобы у нас поле, оно, может быть, не было такое, понятно, англосаксы, они его формировали десятилетия. Почему все в Деловер идут? Потому что там судебная практика десятилетиями сложилась, там прецедентное право их позволяет, там, ну, очень быстро рассматривать любые, там, в том числе спорные истории. У нас это долго, ну, как бы этого пока нет в моменте. Вообще, мне кажется, с точки зрения того, как у нас структурируются сделки, у нас только недавно появились конвертируемые займы, да, тема с опционами вот-вот она появилась. Но, вы же сами сегодня рассказали, что гораздо больше инструментов в мире существует, которые позволяют эту тему, ну, задрайвить не на темпе, который у нас сейчас, а там, ну, в X2, в X3 выйти в темп. Вот поэтому, наверное, мое основное, и вот эти там три я заменю одним, и повторюсь, я считаю, что если государство создаст нужные условия, оно хорошо деньги выделяет на инфраструктуру, заметьте, там, строятся технопарки по всей стране и так далее. Но мне кажется, более важно как раз создать условия, при которых рынок будет расти сам, без вмешательства государственных фондов, там, госкорпорации и так далее. То есть, частные ангелы сами знают, где найти стартапов, знают, как быстро структурировать сделку и знают, что это все безопасно будет для них, да, и что они там легко выйдут с этими деньгами. Везде смогут эти деньги потратить, я помечтаю немножко, как Игорь сейчас, да, в любой стране мира. И развиваться могут быть по всей планете, на любых рынках, не ограничивая себя только там Россией, там, дружескими, дружескими странами. Мне хотелось бы это. Но вот на что просто я могу повлиять, я это знаю, это на то, чтобы вот эти условия роста вот этих семян, они были уникальны, чтобы были суперкрутые удобрения. Поэтому давайте вот мы на себя как институт развития вместе с Ренатом я много раз их тему обсуждал. Я считаю, что они недостаточно сильно все равно свой ресурс используют как Сколковый именно в лоббировании таких. Они все-таки передовой институт развития. Они, ну, сильно больше штук могли делать для страны, не только для, отдельно для Сколковой. Мы с ним очень много на эту тему дискутировали. Мы готовы включаться, значит, как договорились, ждем предложений и будем с вами вместе эти темы двигать. Потому что если мы сейчас за год правильные вещи по закону примем, мне кажется, рынок будет расти сам. Я изучал эту тему с Израилем, так и там это получилось. То есть правильное законодательство, прозрачное, понятно, стимулировало органический рост всех этих стартапов, компаний, частных бизнесов, проектов. Туда стали приезжать и делать там бизнес. Вот мы для себя вот такой, наверное, задачей видим. Спасибо. Спасибо большое. Да, короче, совсем коротко уже выбились с тайминга. Я со стороны фонда тезисы привяжу к стадиям развития компаний. То есть первое – это вход, когда кто-то заходит из ранних инвесторов. Здесь, мне кажется, очень важна та работа, которую делают коллеги из синдиката. В первую очередь это образование бизнес-ангелов и понимание, как бы, трансфер понимания этим ангелам того, что, например, не надо забирать 100% на старте компании. Мы, к сожалению, сталкиваемся постоянно, особенно в регионах, когда есть классная команда, классная компания, ну, там 85% доли ООО принадлежит бизнес-ангелу, который говорит, ну, слушайте, у меня там стройка 30 лет занимался, 90-е прошел, я им научу такой бизнес делать, что мало не покажется. И ребята, ну, иногда идут, к сожалению, безысходности навстречу, а потом профессиональный инвестор не может зайти в принципе, потому что, ну, что ты можешь делать с таким товарищем на борту, у которого контроль. Это, как бы, первое, поэтому вот та работа, которую коллеги делают, мне кажется, супер важна и большая просьба, еще больше акцента на регионы, вот мы сами, я в Новосибирске, лично я хожу, у нас там операционный офис, в принципе, сейчас Камы, занимаемся сделками, аналитикой и так далее, и там гигантская, гигантский пробел в ранних инвестициях профессиональных, да, вот таких, и большой потенциал для роста таких вот ангельских сообществ. Если говорить про следующую стадию, когда компания развивается и нужен уже более крупный, может быть, инвестициональный инвестор, ну, мы, например, и другие фонды, здесь есть ряд задач, которые точно нужно решать с точки зрения регуляторики, но вот уже говорили про возможность входа в ГИД физиков, да, сейчас запрещено, тоже большое ограничение, ну, еще ряд моментов нужно точно улучшать и в целом стимулировать создание фонда-фондов, которые будут давать деньги под управление и инвестициональных инвесторов. И самое важное, на самом деле, это выходы, потому что мы можем хоть сколь угодно много сделать посева, вложиться во все стартапы в России, но если их никто не будет покупать и не будет рынка IPO, то это все бесполезно. Вот, поэтому Вячеслав сегодня говорил про то, что есть ожидания позитивные от IPO, у нас они тоже есть, мы верим в то, что через 2-3 года будет сформирован большой российский, как минимум, российский рынок средних технологических компаний с капитализацией, там, 5-10 миллиардов рублей, и на них будет достаточно большой спрос от игроков в том числе частных, которые будут покупать, участвовали в технике IPO. Вот это вот, ну и стимулирование каким-то образом корпораций, в том числе госкорпораций к покупкам не только команд, но и самих стартапов, как бизнесов, это тоже супер важная вещь, ну, если будет доход, то все потянутся. Это правда. Да, спасибо большое всем, было действительно очень интересно, и мы понимаем теперь, над чем мы будем трудиться в ближайшее время. Давайте завершим нашу сессию аплодисментами большими. Всем большое спасибо.